Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы продемонстрируем DTS Monaco. Самые последние версии это 9. Запускаем нашу программу установки DTS Monaco 9 версии, принимаем лицензионное соглашение. Запускать лучше от имени администратора. Устанавливать будет под Windows 10 версии Pro программы. Ждем пока проинсталируется программа. Установится нужное обновление. Процесс в принципе недолгий. Минут 30 все занимает. Программа кардинально отличается от версии 8.16. Все переработано. Интерфейс по-другому уже. Настраивать будем под работу с Open портом. Здесь уже проще настройки. Установится на под 64 битную систему. Ждем пока закончить. Также на нашем канале вы можете найти установку версии 8.16 и 8.14. В принципе одинаково устанавливаются. Здесь совершенно другая программа с новыми элементами. В дальнейшем будем рассматривать ее работу на примере блоков определенных на машине Mercedes. Пока смотрим установку. Также рекомендую посмотреть видео по установке Xenntry. В версии 2021 как на ней установить оффлайн дополнительно. Также программа Vidiama. И куча видео по кодированию Mercedes на нашем канале и активации всевозможных функций. Смотрите в плейт-листах главные страницы нашего канала. Также у нас есть группа VK. Куда можно записаться. И там мы многое выкладываем, что нету на YouTube канале. Видим, что у нас завершилась установка. Запускаем программу DTS Monaco 9 версии от имени администратора. Обязательно запускаем. Видим у нас абсолютно новый интерфейс. Ждем загрузки. Разрешаем доступ. Собственно, у нас запустилась программа. Она показывает, что у нас нету ключа. Просит активировать ее. Запускаем наш патчик. Он будет у нас под паролем. Все, кто хочет настроить, пишите в Телеграм-канал. За дополнительную плату мы настроим вам систему. Запускаем снова нашу DTS Monaco 9. Приступаем к настройкам. Как уже говорил, у нас будет работать с OpenPort. Прописываем устройство нашего OpenPort. Выставляем настройки. Протокол. По каким линиям будет у нас соединение. Пока. И поэтому видим, что у нас появилось устройство. OpenPort 2. Физически присутствует у нас. На этом, в принципе, настройка у нас закончена. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Субтитры подогнал «Симон»!